Добрый вечер! В Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Натальи Бевышева. Гентарная братва, что стала причиной перестрелки на нелегальных присках в Житомирской области? Выход к прессе, о чем рассказал и о чем умолчал глава государства? Метод кнута, в чем служба безопасности обвиняет мониторинговая миссия ООН? Ход на опережение, что помогло немецким спецслужбам обезвредить ячейку террористов ИГИЛ. Пятница и сразу после подробностей в эфир выйдет политическое ток-шоу «Черное зеркало» с Алексеем Лихманом. Сейчас идут последние приготовления к программе. Алексей, насколько мне известно, уже находится в студии. И чуть позже он сам расскажет нам, о чем пойдет речь. А пока к новостям. В Николаеве задержан первый вице-губернатор Николай Романчук, герой Украины. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиус. Подозревают, что Романчук хотел получить взятку в 100 тысяч долларов. По предварительным данным, чиновник требовал деньги у местных бизнесменов за разрешение на обустройство карьера по добыче известняка. Помимо Романчука задержан один из замов главы райадминистрации и помощник главы облсовета. Назвать фамилии Матиус отказался, пообещав сделать это немного позже. Он также рассказал, что операцию готовили полтора месяца. И с минуты на минуту мы получим комментарий самого Анатолия Матиуса. И обязательно вернемся к этой теме. Есть информация от пользователей соцсетей, очевидцев происходящего. Как они рассказывают, началось все возле парка на Садовой, подъехала машина. Мужчины в штатском попытались ее остановить, но безуспешно. Вслед отъезжающей иномарки прозвучали выстрелы. Некоторое время автомобиль остановили, через некоторое время во время задержания подозреваемых спецназовцам пришлось разбить водительское окно. В машине правоохранители обнаружили рюкзак с пачками долларов. О задержании первого замглавы Николаевской обладминистрации уже сообщил генеральный прокурор. На своей странице в Фейсбук Юрий Луценко написал о том, что следователями по решению суда задокументирован факт деятельности преступной группы. А после проведения всех первоочередних действий уголовное производство передадут в НАБУ. Ну и конечно же главный ньюзмейкер сегодняшнего дня это президент. Петр Порошенко дал уже вторую в этом году пресс-конференцию. Что больше всего интересовало журналистов и какие наиболее неудобные вопросы они успели задать за два часа откровенной беседы. Подробнее Елена Зорина. Подъезды к Банковой охраняет нацгвардия и полиция. Сюда же съезжаются журналисты за несколько часов до встречи с главой государства. Разговор на свежем воздухе во внутреннем дворе администрации президента. Здесь заканчивают последние приготовления. Под одним навесом две сотни журналистов. Предыдущая встреча с президентом была зимой. Эту Порошенко называет откровенным разговором. Первым после политического кризиса. Говорит, что сценарий по сей стране хаос провалился. А вот реформы наоборот движутся в сфере здравоохранения, госзакупок, судоустройства. Но журналистов прежде всего интересует, когда же будет обещанный безвизовый режим. Петр Порошенко отмечает, что Украина все условия выполнила, но сроки с лета могут сдвинуться на осень. Не выключено, на жаль, что это может происходить в вересне. Но я остаюсь оптимистом, что в 2016 году Украина получает безвизовый режим. Никаких негативных сигналов с этого привода не существует. А вот транш МВФ не перенесут. Он будет, утверждает Порошенко, правда сроки не называет. Размер транши от кредитных гарантий 1 миллиард. И сейчас еще ведутся переговоры, но я запомню вас, что он будет аж никак не меньше миллиарда. Но больше всего журналистов интересует офшорный скандал, связанный с панамскими бумагами и бизнесом президента. Сам Порошенко утверждает, никакого скандала не было. Имело место профессиональное журналистское расследование, но деньги из Украины никто не выводил. Никаких приказов не было и не могло быть. Компания не использовалась и не могла использоваться ни для минимизации, ни для любых других вещей. И создана с одной целью. Передача активов президента Порошенко в слепый трасс, доверчивую власть, для того, чтобы отделить владу от бизнеса, про что я ее обещал. Говорит и о скандале нынешней недели так называемой амбарной книги регионалов черной бухгалтерии. Сам не видел только то, что в прессе напечатали. Еще утверждает, что генерала Трепака из СБУ никто не увольнял. Но здесь, по словам Порошенко, он вел себя не как сотрудник спецслужбы, а как политик. Если генерал Трепак имел эти документы, как генерал или офицер СБУ, он был обязан, а будет повезти руководство или порушить криминальную справу. Компания это сейчас не буду. Но мне уже сейчас известно, что такие документы существуют не только в НАБУ. Джерело походжения этих документов – правоохранительные органы. И вот первая реакция на черную бухгалтерию, в которой фигурируют не только политики, но и члены Центра избиркома. Перед пресс-конференцией я подписал листы на Верховную Раду с внесением кандидатур до склада Центральной выборчей комиссии. Я думаю, что вы это увидите в парламенте. Это люди, которые поданы соответственно к законодавству. Мы провели консультации с фракциями и подает их президент. Говорит Порошенко и о ситуации на Донбассе. Настаивает на необходимости международной полицейской миссии. Ситуация на Востоке обострилась, но Украина, убеждает президент, достаточно сил, чтобы ответить. Почему же военные молчат? Никаких тайных инструкций, мол, нет. Право на дозволу на открытие вагонной ответственности належит непосредственно командиру. Он без каких погодений, если это вагонная ответственность, может самостоятельно принять решение. Ему не нужно ни с кем это угодить. Рассказывает и о деталях возвращения украинской летчицы Савченко, а также анонсирует возможное освобождение еще двоих пленных. Эти переговоры ведутся и сейчас. В первую очередь они сейчас относятся Афанасьева и Солошенко. Я буду очень обережен с датами, но я не выключаю, что это может происходить в червне. Также в детали не пойду. Говорит и о скандальных списках журналистов, которые появились на сайте Миротворец. Там данные репортеров, работавших на оккупированной территории. Журналистам в Украине ничего не загрожает. Отповедные инструкции мною наданы и руководству спецслужб, и другим правоохранным органам. Есть сайт, до которого ни президент, ни уряд не имеют никакого отношения. Задали вопрос, который интересует многих украинцев. Что же все-таки с законом о снижении акцизов на поддержанное авто? Витирован или нет? Я не видел этого закона и не собираюсь комментировать закон, который я не видел. Как только не дойдет, я подивлюсь и сформую позицию. Два часа Порошенко отвечает на вопросы, а они все не заканчиваются. Несколько последних. Друзья, ну остального никогда не будет, мы же знаем. Давайте тогда наступного раза. Следующую встречу президент не анонсирует. Елена Зурина, Елена Митясова, Евгений Каминский. Подробности, телеканал Интер. К слову, закон о снижении акцизов на поддержанное авто уже требуют отменить. Нардеп от группы Ведрожжения Дмитрий Святаш зарегистрировал в Раде соответствующий проект постановления. Это означает, что принятому закону о снижении акцизов не смогут дать ход, пока не проработают вариант Святаш. Возможно, новую версию рассмотрят на следующей пленарной неделе, если у нардепов дойдут до него руки. В любом случае, снижение акцизов откладывается. И еще одна деталь. Депутат Святаш, основатель корпорации «Автоинвестстрой». Хотя он публично заявляет, что из состава учредителей компании вышел, его имя по-прежнему связывают с автобизнесом. В списке миротворца цены на бензин и еще много вопросов, в том числе и неудобных. Решение всех этих проблем депутаты ждут от Кабмина. Кстати, министры сегодня пришли в Раду в полном составе, вот только слушать их было некому. Какой волной смыло депутатов, знает наш парламентский корреспондент Ольга Рыцарь. Зарегистрировано 300 депутатов. 300 карточек зарегистрированы, но в зале практически пусто. В полном составе только Кабмин. И, как обычно, на все вопросы отвечает премьер. Обещает помочь решить проблему с мусорным Армагеддоном во Львове. Это вопрос к местной власти Львова. Если нужна будет помощь уряду, я готов, и лично, и коллеги готовы надать эту помощь. Лично обещал премьер разобраться и с ценами на бензин. Два недели назад я спросил вас, что сейчас действует с ценами на паливо. Вы обещали разобраться с этим вопросом. А вчера я увидел, что цены на некоторых АЗС снова поднялись на півгривни. А вот как погасить международный скандал о разглашении данных журналистов с сайтом «Миротворец» пока что решают. Какие действия выполнены Кабинетом министров для того, чтобы снять эти вещи? У нас идет дискуссия, каким образом мы можем это вопрос вырешить. И как только у нас будут решения, мы обязательно депутатам поведомим про это. Оправдывался премьер из-за зарплаты нового руководителя «Укрзалезницы» – поляка Войцеха-Бальчуна. Депутатов удивляло. Не слишком ли много – миллион гривен в месяц. Звучит, утекали миллиарды. Не сотни тысяч, а миллиарды десятиречами. Только амбитный план. Нового руководника говорит, что мы заощадим за первый год работы менеджменту не меньше, увага, 7 миллиардов гривен. Правда, внимали министрам всего несколько десятков нардепов. Надежда Савченко, увидев пустой зал, окончательно разочаровалась. Выбачьте мне, на*** людей каждый день. Вот я так работать не хочу. Я бы, в принципе, сделала так, как в армии, дисциплинарно. Пришли, пошикувались, порахувались, никто никуда не пришел. Никто никуда и не пришел. Сегодня от радикалов и самоповичей. Они саботируют заседание после вчерашнего голосования за судебную реформу. Попередний президент Украины звільнив декілька сотен судей без Конституции. Для чего? Чтобы заменить на своих. Тут так же будет, где можно будет звільнити декілька сотен судей и заменить на своих. Они не дали жодного голоса за такую необходимую реформу. Это самая ключевая реформа. Надо спокойно работать, а не заниматься политическими интригами и плиткарством. 335 голосов вчера за изменения в Конституцию в БПП называют победой. Мы вчера продемонстрировали, что есть в Украине и государство, есть и уряд, есть и парламент. А самое главное, что есть президент, который сегодня может прийти до парламента, и парламент его поддерживает. Мы проголосовали за открытие дороги для реформирования. Но мы не поддержали закон, поскольку считаем, что огульное увольнение всех судей – это неправильно. Касательно работы парламента, опять мы видим, что нет экономических законов, за исключением поддержки по пенсиям, то, что поддержала наша фракция. Все остальное – это чисто политические, идеологизированные вещи. Изменения в бюджет и налоговый кодекс депутаты переносят с недели на неделю. Тем временем активно ищут кандидатов и готовятся к неочередным выборам в семи округах. Ольга Рыцарь, Ирина Романова, Алексей Шматов, Геннадий Никеенко. Подробности – телеканал «Интер». Считать депутатов сегодня вечером будут и гости, и эксперты политического ток-шоу «Черное зеркало». Они попытаются разобраться, почему же вчера в присутствии президента удалось набрать 335 голосов в поддержку изменений в Конституции. Уже сегодня нардепов куда-то унесло, и мы наблюдали пустые кресла. О чем говорит эта зияющая пустота под куполом, и существует ли коалиция на самом деле. Об этом в черном зеркале. Янтарная, братва. Несмотря на заверения правоохранителей, что ситуацию с нелегальной добычей янтаря удалось взять под контроль, сегодня утром на приисках в Житомирской области столкнулись две группировки. Кто открыл огонь и есть ли пострадавшие, узнаем у Егора Логинова. Жители села Обище, где случилась массовая драка, на камеру говорить боятся, опасаются за свою жизнь. В частном разговоре рассказывают, рано утром копатели со всего Олевского района вышли на промысел. Чуть позже к месту добычи янтаря подъехали неизвестные на шести машинах и открыли огонь по местным из пистолетов и помповых ружей. Обычно местные добытчики янтаря не вступали в спор с вооруженными конкурентами, но на этот раз решили дать отпор приезжим. Около 500 местных копателей прогнали конкурентов и разбили их машины. Местная полиция говорит, в разбитых машинах оружие не обнаружили. Попередно установлено, что конфликт выник между людьми, часть из них местные, часть из них приезжие. Причиной конфликта стала деланка, на которой, возможно, есть поклады бурштину. Розпочаток криминального проведения за ст. 296, это хулиганство. Откуда приехали люди на джипах, пока неизвестно. У местного депутата и журналиста Александра Николаевичука по этому поводу своя версия. В Олевской больнице нам сообщили, утром люди в камуфляже привезли к ним двоих раненых товарищей. Им оказали первую помощь, но от госпитализации они отказались. У них обоих перелом костей носа, также раны. У одного были раны на лице, у другого были гематомы на лице. Ну и были ушибы у одного руки, значит, у второго поясничной области. По словам врачей, жизни раненых, которым они оказали первую помощь, ничего не угрожает. Егор Логинов, Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер из Житомирской области. Егор Логинов прямо сейчас с нами на прямой связи. Егор, здравствуй. Расскажи, что еще удалось тебе узнать ближе к вечеру. Добрый вечер, Наташа. Сейчас обстановка в селе Обище более-менее спокойная. Побитые автомобили увез эвакуатора, а местные жители прибрали территорию от осколков в стекол. В селе дежурит наряд правоохранителей. И, в принципе, полиция говорит о том, что контролирует ситуацию. Местные жители не на камеру рассказали нам о том, что какое-то время после ухода нацгвардии добыча янтаря зашла на нет. Но сейчас она снова возобновилась. А это значит, что конфликт в селе Обище далеко не последний. Сарафанное радио очень быстро разнесло новость о драке по всему Олевскому району. По сути, это первый случай, как нам здесь говорили, когда местным удалось дать отпор приезжим добытчикам янтаря. И они, в принципе, готовы делать это и в дальнейшем. Мы следим за ситуацией. Мы на связи с местными жителями, которые обещали нам сообщить, если вдруг янтарный конфликт возникнет снова. Наталья? Спасибо, Егор. Егор Логинов был с нами на связи. Прокомментировал житомирскую перестрелку сегодня в Верховной Раде министр внутренних дел Арсен Аваков. На вопрос депутатов, когда он собирается прекратить янтарные войны, он ответил, что дело оказывается за парламентом. Моё переконание, что мы не можем ничего сделать с бурштиной мафии без законотворческой инициативы тут, в парламенте. Я напомню, что еще год назад президент заявил, что 90% янтаря в Украине добывается нелегально под покровительством правоохранительных органов. И приказал силовикам за две недели устранить крышевание незаконной добычи камня. А пока украинским лесом торгуют россияне. Об этом сообщил на своем сайте губернатор Закарпатии Геннадий Москаль. Все выяснилось после его запрета вывозить за границу лес. С тех пор, это уже почти месяц, на приграничных жидостанциях Батева и ЧОП скопилось 166 вагонов с древесиной. Пока они простаивают, удалось более тщательно изучить документы. И стало известно, что одна из фирм-поставщиков древесины в странах ЕС основана четырьмя россиянами. Они наладили поставки, хотя сами проживают в Московской области и в Чехии. После введения санкций, в проведение санкций Евросоюзом, российский лес перестали возить. И они перетягивались на украинский лес. Это большинство из Львовской области. А вот наши украинские держлезгостики, только через эту не то и наживы, готовы, их фактически финансуют таким образом российский бизнес. Закарпатча вообще не дает на экспорт никакой деревоизненной... Президент уволил посла Украины в Словакии Олега Гаваша. Этому предшествовал недавний скандал. Я напомню, что муж сотрудницы посольства перевозил контрабанду. Микроавтобус задержали в пункте пропуска Лужанка на украинской венгерской границе. Машина с дип-номерами была набита сигаретами, 60 тысяч пачек. Сергей Лещишин предоставил дипломатический паспорт и отказался от досмотра автомобиля, поскольку, по его словам, он перевозит дип-почту. Как доказательство, он показал письмо, подписанное первым секретарем посольства Украины в Словакии, его супругой Оксаной Лещишин. В нем говорилось, что груз досмотру не подлежит. И буквально на следующий день после этого скандала посол Олег Гаваши подписал своей подчиненной заявление на отпуск. А МИД Украины тем временем отозвал ее обратно на родину. Топонимическое стояние. Несколько сотен человек пришли к мэрии Кировограда пикетировать сессию гурсовета. Митингующие отстаивали новое название для своего города. Одни выступали за Елисаветград, другие за Кропивницкий. Перепалки были, но обошлось без стычек. Активистов пустили в сессионный зал, но выступить им так и не удалось. Депутаты мгновенно ушли на перерыв. А потом решили перенести сессию. Так что требования митингующих услышали только журналисты. Я не хочу сосредоточить никакие там политические события. Вот это вот фотография моего прадеда, который 100 лет. Под этой фотографией написано Елисаветград. Назва Кропивницкий, она есть наименш политично заангажованной. Потому что это, по-перше, была людина, которая сделала Украину известную. И она сделала место Елисаветград на тот час, а сейчас Кировоград, она сделала известным. Заявлением Андрея Порубия по вопросу декоммунизации возмущены в оппозиционном блоке, я напомню, что накануне спикер парламента с трибуны Верховной Рады заявил, что мнение жителей Востока Украины относительно переименований можно не учитывать. Миллионами уложили украинцев на сходе Украины, московские окупанти. Миллионами уничтожили наших дедов на тих территориях, на которых заселяли переселенцев из разных куточков другой страны. И сегодня вы апеллюете нам, до местного населения, и сегодня вы апеллюете нам, до думки людей, которые там живут. Такую позицию в оппозиционном блоке называют осознанной дискриминацией населения восточной части страны. И высказывание допускает официальное лицо, которое должно, наоборот, соединять страну. Но, учитывая состав сегодняшнего президиума парламента и представительства в правительстве, мы видим, что идет сознательная дискриминация именно части Украины, которая находится на востоке от Киева. Мы требуем от Генеральной прокуратуры Украины провести объективное расследование. Являются ли эти слова по Рубея прямым призывом к нагнетанию межнационального конфликта? Впрочем, уже сегодня спикер уверял, что ничего подобного не говорил, а его просто неверно поняли. Моя родина из Схода Украины, и мой дед был в Кулауярской республике, баба из-под Харкова. И поэтому для меня, как и в Сход Украины, так и в Сход Украине, где мои батьки, я однаково близки и однаково для меня и родные. А все иное, это интерпретации и политические спекуляции. И вот как заявление спикера комментируют политологи. С этой заявкой, я думаю, что глава Верховной Ради порушил свою присягу как народного депутата. Адже он фактически на своих словах дискримінувал частину граждан Украины за территориальным признаком. Такая заявка, она распалювает пристрасти в общество. Она создает новую линю расколу. Она создает дестабилизационные какие-то мотивы, что сегодня не нужно в Украине, безумовно. Если бы такую заявку сделал спикер парламенту где-нибудь у Франции, в Англии, он быстрее за себя мотивировал свою посаду, можливый мандат, и перейшел бы в категорию политических маргиналов, а не праведных политиков. Он находится сегодня в том кресле, которое не позволяет проявлять эмоции. Это чистой воды фактически провоцирование таких сепаратических тенденций. Целый ряд граждан Украины почувствуют себя ущемленными. Раз они живут на Востоке, раз они являются некоренными украинцами с деда-прадеда, например, украинцами в первом, втором, третьем поколении, то, соответственно, у них нет тех прав, которыми обладают остальные граждане Украины. Это удар по рейтингам и имиджу власти. Это не приведет к становлению мира в стране и стабильности. Авдеевская промзона. Наиболее активные боевые действия там обычно идут по ночам, но сегодняшний день пошел по другому сценарию. Украинские позиции боевики обстреливают с самого утра. За обороной Авдеевки наблюдал наш военкор Руслан Смещук. Окрестности Авдеевки, рядом промзона. С самого утра здесь начались активные боевые действия. Вот и сейчас можно слышать, как там взрываются снаряды и гранаты. Психуют, это когда со стороны боевиков прилетают минометные мины или работает артиллерия. Почти каждый день в Авдеевской промзоне и окрестностях идет смертоносный железный дождь. На огонь пулеметов и автоматов, стрелкотню, как его называют военные, бойцы тут уже давно не обращают внимания. Но сегодня весь день по промзоне бьют запрещенные минскими договоренностями калибры. Боевики стараются скрыть звуки минометных залпов. Так нашим бойцам тяжелее сориентироваться. Из-за этого каждую неделю здесь гибнут украинские воины. Оборона Авдеевской промзоны продолжается. Руслан Смещук, Игорь Сулия, Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер. Организация объединенных наций обвиняет СБУ в массовых пытках и избиениях. Об этом пишет Таймс, ссылаясь на Ивана Шимановича, помощника генсекретаря ООН по правам человека. Якобы он заявил о том, что в Украине есть пять секретных правительственных тюрем, где, цитирую, содержатся нелегально арестованные как террористы, так и представители украинских властей. И там над ними издеваются. Конец цитаты. Дипломат также приводит факты. Якобы одного из подозреваемых схватили люди в масках, ударили электрошокером, требовали либо признаться на камеру, что он член вооруженной группировки, либо он будет убит. Затем якобы отвезли его в здание госпецслужб, где арестовали. И вот сегодня, буквально пару часов назад, Шимонович побывал в СБУ. О чем он говорил со следователями? У него самого узнать не удалось. Он сразу же уехал, с журналистами общаться не захотел. Но вот что рассказали в СБУ. В Анкаре забросали яйцами посольство Германии. В Турции сейчас массовые акции против признания геноцида армят Бундестагом. Протестующие скандировали антинемецкие лозунги, а потом начали бросать яйца. Накануне в Стамбуле собрались около 400 турков. Они публично дегодовали за решением Бундестага. Некоторые активисты пришли в форме солдат Османской империи, которых, собственно, и обвиняют в геноциде. Я напомню, что немецкий парламент проголосовал за признание массовой гибели армян в годы Первой мировой геноцидом. Официальную Турцию такое решение возмутило. Она угрожает ухудшением отношений с Берлином и ответными шагами. Недопустимо, чтобы страна, которую мы в течение многих лет знали как союзника, проигнорировала исторические факты и существила политический подход к вопросу, который должен решаться историками. Конфедерация государственных служащих решительно осуждает позицию немецкого парламента. В Германии предотвращен масштабнейший теракт. Его предполагаемые организаторы и исполнители арестованы. И все они члены террористической организации ИГИЛ. Что и где планировали взорвать боевики, расскажет Татьяна Лагунова. Она в Берлине. Дюссельдорф, столица земли Северной Рейн-Вестфалия. Именно этот город и был мишенью боевиков ИГИЛ. Известен и план атаки. Два смертника должны были взорвать себя на оживленной аллее в центре города. Еще два террориста в другом районе. Открыть стрельбу по прохожим из автоматов. Планировались одновременные атаки в разных точках Дюссельдорфа, в том числе и с использованием взрывчатки. Но боевики не успели подготовить теракты. Мы своевременно получили информацию об их намерениях. Группу сдал один из боевиков ИГИЛ, который сейчас находится в следственном изоляторе во Франции. Он рассказал французским силовикам о готовящемся теракте и назвал имена сообщников. Кроме него, самого атаку готовили еще трое боевиков. Все граждане Сирии прошли подготовку в лагерях ИГИЛ и прибыли в Европу под видом беженцев. Все они уже арестованы в разных немецких землях. Благодаря тесному сотрудничеству с правоохранительными органами Франции нам удалось задержать троих подозреваемых. Впрочем, вполне возможно, что за решеткой оказались далеко не все террористы по данным немецких изданий. Во время атаки на Дюссельдорф в ИГИЛ планировали задействовать 10 смертников. Полиция эту информацию пока не комментирует. В Дюссельдорфе и других немецких городах усилены меры безопасности. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Признаки потепления евродепутаты приняли решение восстановить контакты с Российской Госдумой. Этот вопрос обсудили на заседании депутатов Европарламента. Первым шагом на встречу станет визит евроделегации в июне на конференцию парламентариев Арктического региона в России. Однако с теми членами Госдумы РФ, которые внесены в черный список ЕС, встречи не запланированы. Официальный диалог между двумя структурами пока тоже приостановлен. Я напомню, что Европарламент разорвал отношения с российскими законодателями после аннексии Крыма. Миллиард долларов. Таков объем кредитных гарантий, предоставленных Соединенными Штатами Украины. Сегодня правительства двух стран подписали соответствующее соглашение. Этот шаг – поддержка экономических реформ Украины. Деньги пойдут на социальную помощь украинцам. Мы имеем поддержку Соединенных Штатов и в связи с действием глубинных структурных реформ, и в связи с поддержкой финансовой поддержкой населения нас уверенность в том, что мы идем верным шляхом. И очень важно, чтобы час, который мы имеем для проведения реформ, чтобы мы их использовали эффективно. Уряд полностью налаштованный на швидкие реформы, швидкие смены. И мы отдаем этим реформам. И дякуем вам за спеопрацей и за поддержку Украины. Без реформ и финансирования ситуация в атомной энергетике Украины критическая. Киев не выполняет международные обязательства по безопасности АЭС, и правительство пока ничем не помогает. Об этом сегодня заявили эксперты энергоатомной сферы и группа народных депутатов. Они требуют немедленно провести заседание СНБО по ситуации в энергокомплексе, назначить профессионалов на ключевые должности в Минэнергетике, и создать общественный совет экспертов, которые будут контролировать документацию и финансирование этой отрасли. Галузь, про которую сегодня идут, в сотни тысяч раз небезопаснее, чем грады или танки. Фактически она перетворена на кишень. Которые зацикавленные люди вытягали много миллиардов гривен. И фактически сегодня они не собираются остановиться. У нас блоки построены в 1975-м, в 1985-х годах. У них срок эксплуатации 30 лет. Он истекает вот-вот. На четырех блоках он уже истек. Где-то 7 лет атомная энергетика как таковая перестанет существовать. Об одной из важнейших реформ, реформировании судебной системы, пойдет сегодня речь в черном зеркале. Что в действительности означают эти изменения и кто за них заплатит? Смотрите сразу после подробностей. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Подольский арсенал. Кто и с какой целью хранил взрывчатку в центре столицы? Страстная трасса. Почему харьковчане заблокировали въезд в город? Одесский разлив. Смогли ли коммунальщики справиться с последствиями стихии? И у нас уже есть комментарии главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Я напомню, что сегодня задержали первого замглавы Николаевской обл. администрации Романчука, героя Украины. Его подозревают в вымогательстве взятки в десятки тысяч долларов. Вот что рассказал нам Матиос. Была затримана группа всех, которые создали ланцюжок создания проблем на низу и ланцюжок передачи денег наверх до тех, кто принимал решения. Затриман. Заступник голови районно-державной администрации, помещник голови областной ради, перший заступник голови Николаевской обл. администрации, а также помещник, посередник, который получил левую часть денег сегодня, это 80 тысяч долларов. За эти деньги люди бралися, эти высокопосадовцы бралися, переконать, в кавычках, я это скажу, певную часть депутатов Николаевской обл. администрации за голосование этого решения. 60 гранат, пистолеты и ящики с патронами. Целый арсенал оружия нашли сегодня в гараже на Подоле в столице. В полицию обратился сам хозяин помещения. Он объясняет, что последние годы гаражом пользовался его покойный брат. По мнению правоохранителей, боеприпасы попали в Киев из зоны АТО. Сейчас в полицию устанавливают, с какой целью их завезли в столицу. Все было вылечено, все было переверено и направлено на экспертизу. Также в ходе подальших заходов у померлого было выявлено схемы минувания, схемы растошивания боеприпасов, а также схемы закладки минувания разноманитных объектов. Проводим проверку всех версий. Будем устанавливать возможных спильников. Мариупольское направление под огнем противника. Боевики уже который день к ряду ведут обстрелы Марьинки, Новотроицкого, Павлополя и Широкина. Только за последние сутки их было более 30. Все подробности расскажет Станислав Кухарчук. Перек Азовского моря возле Широкина. Боевые действия тут все еще продолжаются. Наши военные удерживают позиции в руинах детского санатория. Внутри кажется, что кирпичные стены держатся просто чудом. Собственно, как и украинские бойцы. Сколько у нас тут за 150 заразаряженных? Нет, трудным бойцом 250-300. 250-300 заряженных. Между собой побратимы называют его Владимировичем. Второму номеру крупнокалиберного пулемета уже 52. На фронт ушел добровольцем. Вслед за сыном. Теперь они оба элита украинской армии. Сын десантник, а отец морской пехотинец. Сматриваясь через прицел, мужчина говорит. На той стороне Широкина тоже элита, но уже российская. Укрепление боевиков всего в двух километрах. Пользуясь затишем, идем в сам поселок. Зимой эта разбитая школа была опорным пунктом наемников. Тогда они ушли, но заминировали все Широкина. Полностью расчистить поселок саперы не могут. Последние несколько недель противник обстреливает наши позиции круглосуточно. В связи с обострением на фронте в повышенную готовность приведены и медики. Количество раненых увеличилось почти вдвое. Главное не хватает людей, людей нет. Нету людей, чтобы как-то развернуть что-то. Препараты это все есть, но нужно оборудовать нормально машины. Пока есть возможность, наши военные укрепляются и взрываются глубже в землю. Порою это единственный шанс уцелеть во время артиллерийского обстрела. Станислав Кухачук, Вадим Ревун, Николай Терещенко. Подробности телеканал Интер, Донецкая область. Два часа на одном из въездов в Харьков сегодня было парализовано движение. Трассу, чтобы привлечь внимание чиновников, перекрыли местные жители. Они говорят, что дороги в их поселке полностью разбиты грузовиками, но власти это не волнуют. Чего удалось добиться, расскажет Лидия Калинина. Поселок Безлюдовка, пригород Харькова. В 8 часов утра, здесь час пик. Все спешат в город на работу. Внезапно движение на трассе останавливается. Митингующие выходят на пешеходный переход и блокируют машины. Требуют немедленно отремонтировать дороги в их поселке, по которым ежегодно ездят тысячи грузовиков, возят песок с карьеров. Трещины пошли по подъездам, по квартирам. Ямы страшнейшие, песок берут, а дороги не делают. Водители народный протест не поддерживают. Я работал, сутки работал. Почему я должен от этого терпеть? Почему не идут под Верховную Раду, кто там, поселковая голова, губернатор? Причем тут простые люди? У некоторых сдают нервы. Я говорю, освободите, пожалуйста, у меня ребенок в машине! Люди, вы сошли, вы сошли, не орите! Машины сигналят и пытаются прорваться, но люди стоят стеной. Одного парня, разъяренный водитель, даже провозят на капоте. Пробить блокаду удается только автобусам и легковушкам с детьми в салоне. За час акции на дороге выстраивается километровая пробка. Если легковые машины хоть иногда пропускают, то фурам и грузовикам с песком ход закрыт. Местные рассказывают, до того, как решились на пикет, оббили пороги всех инстанций. Ответ один. Денег нет. То же самое им говорят и сегодня. Чтобы сделать капитальный ремонт, на это должны выделиться средства. В этом году пока еще на эти дороги не выделялись средства на капитальный ремонт. Пока здесь только латают ямы, но это максимум на месяц. Затем грузовики снова все разобьют. Он буквально пройдет дождик и его латать нет. Это яма, нарядная. Ну, не в ямах дело. Накипело людей уже, достало все, вы понимаете? На капитальный ремонт нужно не меньше 5 миллионов гривен. В июле на сессии местные депутаты обещают их поискать. Не факт, что найдут. Эти гроши мы передадим на службу автомобильных дорог. И ориентировочно, конец августа, сентябрь, эта дорога только может быть сделана. Может быть? Да, не, она будет сделана. Если нам погода позволит. Но протестующие не верят. Говорят, их уже не первый год кормят завтраками. Ганьба! 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 Спустя два часа блокады люди расходятся. Но предупреждают. Если их требования не выполнят, вновь перекроют трассу. Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интер, Харьковская область. Бунт в колонии Кировограда. Такая информация появилась на странице в фейсбук бывшего главы пенитенциарной службы Украины. Сергей Старенький написал, что это настоящий бунт, когда нападают на сотрудников, забирают ключи из спецсредства, открывают или выламывают двери. Мало того, сотрудники, по его словам, третий день не заходят в зону. Боятся. Что происходит за забором колонии на самом деле, узнать нам не удалось. Журналисты побывали возле учреждения. Там все спокойно. Ни людей, которые бы протестовали, ни спецтехники. Не подтвердили нам информацию о бунте и в областной пенитенциарной службе. Грозовые ливни со шквальным ветром обрушились на Одессу. В результате с самого утра улицы погрузились в хаос. Удалось ли городу справиться с потоками воды, расскажут наши корреспонденты. О, пошла вода на капот. Плюс ко всему разгулялся ветер. Вот регистратор зафиксировал, как сорвавшаяся ветка обрушилась буквально в нескольких сантиметрах от машины. А вот этому автомобилю повезло гораздо меньше. Огромное дерево упало на улице Пушкинской, повредило крышу здания, фасад и накрыло две припаркованные иномарки. Кстати, обычно здесь курсирует довольно много пешеходов. Пешеходов не было. То есть, ну, если были, то стояли дальше. Поэтому не пострадавших никого нет. То есть максимум отмотка делались легким испугом. Километровые пробки, обрывы электросетей из-за хаоса на дорогах власти ограничили движение общественного транспорта. Почему дождь привел к таким серьезным проблемам, объяснили так. Месячная норма июня 42 миллиметра. Вот как раз эта норма и выпала за эти два дня. Теперь вся эта грязная вода с городских улиц попала в море. Поэтому, чтобы не было инфекционных заболеваний, санитарные врачи просят отдыхающих временно воздержаться от купания на пляжах. До особого распоряжения. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса. Ну, а в Париже разбушевалось сено. Вода в реке поднялась на 6,5 метров. Это самый высокий показатель за последние 35 лет. Главный музей города Лувр для посещения закрыли. Куда еще нельзя попасть, расскажет София Гордиенко. Парижане определяют степень наводнения по этой статуе на мосту Альма. Если Зуава залило по косточке, жди беды. По колене дело еще серьезнее. Сегодня скульптура в воде по пояс. Блокировано движение пригородных электричек, дороги. Рабочие возле подземки строят баррикады. Если уровень воды в сене продолжит подниматься, мы попытаемся заблокировать его такими заслонами. Не ходит водный транспорт, мосты вровень с водой. Прогнозы неутешительны. Этот природный феномен еще не достиг своего предела. Скорость течения сены возрастает, особенно в Париже и соседних зонах. Два самых известных музея Франции расположены у набережной. Лувр чуть ниже, Арсе повыше. Если река заявится в гости, первым делом хлынет в подвалы, где находятся десятки тысяч резервных произведений искусства. Их срочно приносят в верхние залы. Музеи закрыли. Во Франции уже несколько человек погибли только в городке Лонжумо. Две тысячи эвакуированы. Сандрин с детьми успела собрать три сумки и двоих котов. У нас была квартира на первом этаже. Ее залило. Нас эвакуировали. Ночь провели у знакомых. Власти на местах выделили пострадавшим транспорт и временное жилье прогнозируют, если дожди прекратятся, к понедельнику вода пойдет на спад. А если наоборот, город и страна снова могут прижить катастрофу 1910 года, когда Париж превратился в Венецию. Только без гондол и романтики. Тогда сено залила Нотр-Дам, и депутаты в нацассамблею добирались на лодках. София Гордеенко, Василий Трушковский. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Если в Париже Лувр закрыли экстренно, то в Лондоне Тауэрский мост перекроют планово. С чем это связано и кто пострадает больше всех, знает Оксана Кундеренко. Этот вид как на открытке. Скоро исчезнет знаменитый Тауэрский мост, закрывают на реконструкцию. Появятся леса, остановится движение, не будет даже подсветки. Словом, на одну историческую достопримечательность меньше, а жителям Лондона добавится головной боли. Непростое решение мэрия приняла вынуждено. 35 лет здесь не проводили никаких капремонтов, а некоторые части моста не обновлялись со времени его строительства. Вот уже 122 года. Деревянный настил, арочные проемы, все это может обрушиться в любой момент. Это же достопримечательность. Туристы приходят посмотреть на мост. Самый известный мост в стране. Если его закроют, это будет очень и очень плохо. Я много раз видела, как в последние годы мост несколько раз красили. Он такой красивый. Это уникальный памятник архитектуры нашей страны. Больше всех негодуют автомобилисты. Этот памятник архитектуры еще и важная транспортная артерия. 21 тысяча машин проезжают здесь ежедневно. Похоже, и без того загруженному центру Лондона придется страдать от пробок. Хотя хорошие новости тоже есть. Разводные ворота для судов будут работать без сбоев. Да и пешеходы смогут переходить по мосту через Темзу почти все время. Волноваться не стоит. Визитка Туманного Альбиона не изменится. Да и продлятся строительные работы недолго. Всего до Нового года. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Японский Маугли. Мальчик, которого родители неделю назад потеряли в лесу, выжил. История невероятного спасения и другие новости в нашем обзоре. Я голоден. Первые слова 7-летнего Ямато Танука, которого неделю искали спасатели. Все это время мальчик прятался в лесу в ангарах заброшенной военной базы. Говорит, спал между двумя матрасами. Температура ночью опускалась до 7 градусов. Пил воду, которая осталась на базе. Врачи уверяют состояние здоровья. Ямато в норме. Неделю назад наказание за плохое поведение родители вывезли мальчика в лес. И когда вернулись спустя несколько минут, ребенка не нашли. Скорее всего, горе воспитателя и ждет суд. Сотни селебритис вовлечены в громкий скандал в США. Портал Radar Online частично опубликовал имена знаменитостей, которые пользовались услугами известного сутенера Хайди Флейс. В списке на 28 страницах звездные актеры Шон Пен, Джек Николсон и Джонни Депп. Также Мик Джаггер, режиссер Джордж Лукас, а еще арабские шейхи, политики-певцы, спортсмены и продюсеры. Очень скоро интернет-ресурс грозится опубликовать все имена из списка. Шотландка Мэрион Лэмонд умудрилась улететь в Турцию по просроченному паспорту своего мужа. В аэропорту Эдинбурга женщина успешно прошла два кордона безопасности. То, что документы принадлежат другому человеку и вообще недействительны, заметили только в аэропорту турецкого города Даламан. Лэмонд уверяет случайно, по невнимательности взяла не тот паспорт и поняла это, когда прилетела на отдых. Лайнер британских авиалиний только с третьей попытки и не без везения сумел приземлиться на острове Святой Елены в Южной Атлантике. Крошечный аэропорт на земле, принадлежащий Великобритании, открыли в прошлом году. Его строительство обошлось почти в 260 миллионов евро, но из-за шквальных ветров никто не рискует сюда прилетать. Хотя длина взлетно-посадочной полосы позволяет принимать аэробусы и боинги. В набережных Челнах подрались мультипликационные персонажи, точнее костюмированные аниматоры. Губка Боб сцепился с ежиком из мультсериала «Смешарики». Оказалось, мужчины не поделили территорию парка, вот и решили сразиться на кулаках, не снимая костюмов. Участников эпического сражения разняли посетители парка. Пакистанец Сардар Кюгжит с помощью интернета ищет четвертую жену. Сейчас у Сардара три жены и 35 отпрысков, а его цель – стать отцом ста детей. Многодетный папаша говорит, увеличивать потомство – его религиозный долг. Пакистанцу 46, работает он в лечебнице, а многодетная семья живет в глиняном доме. И еще одно громкое разоблачение в FIFA. Уже экс-президент организации Зеф Блаттер и его соратники за годы своего управления похитили 80 миллионов долларов. Чиновники пять лет выписывали на свои счета различные бонусы, премии и повышенные зарплаты из казны FIFA. Компанию Блаттеру в этом уголовном деле составили бывший генсек организации Жером Вальке, его зам Маркус Катнер. Следователи узнали об афере, когда провели обыски в штаб-квартире FIFA. Разбирательства все еще продолжаются. С новостями у нас на сегодня все. Буквально через несколько минут в эфир выходит программа «Черное зеркало». Мы уже видим, что в ее студии с нетерпением ждет нас Алексей Лихман, который с нами на прямой связи. Алексей, здравствуй, не буду скрывать, мы с тобой сегодня виделись уже не один раз, но не успела я тебя спросить, будете ли вы говорить сегодня о скандале с черной кассой Януковича и о последствиях, которые он за собой повлечет? По сравнению с которой Зеф Блаттер нашим украинцам может показаться просто мальчишкой. Всего лишь 88 миллионов за несколько лет, а у нас 66 и всего за два месяца. Правда, Наташа? Вопрос, конечно, задала ты сложный. Есть у меня кое-какие соображения. Делиться сейчас ими не буду, потому что зрителям тогда будет не так. Интересно смотреть наш выпуск ток-шоу «Черное зеркало». Обязательно поговорим о черной кассе. Меня, например, очень волнует, а где эта амбарная книга на миллиарды валялась все эти два года и почему ее достали именно сейчас? Кто достал? Какая выгода ему от этого? Не связано ли это с голосованием по судебной реформе вчерашним, которое многие вчера успели назвать реформаторским? А сегодня эти реформаторы, кстати, так устали, что даже не явились на работу в Верховную Раду. Еще об одном скандале, который я разглядел в стенах Верховной Рады, который будет интересен многим украинцам. На улице автомобилистов, возможно, и не будет этого акцизного праздника, который так долго им обещали. Верховная Рада, похоже, придумала небольшой способ, хитрый способ, как не ввести отмену возданных акцизов на бэушные автомобили. Так кто же победит? Желание помочь простым украинцам или угодить автомобильному лобби? Обо всем этом обязательно поговорим. Будет интересно. Впрочем, как всегда, присоединяйтесь. Спасибо, Алексей. Черное зеркало сразу после подробностей. Хороших вам новостей, приятного вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин